Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня поговорим о подоходном налоге каждого человека, который проживает на территории Польши, что это такое и с чем его едят. Но если вы совсем недавно на моем канале, тогда я вас сначала отправлю на свое первое видео, которое я снимала еще в том году. Там я рассказывала более детально, что такое ПИД, что такое ПИД-11, 37 и вообще, кто должен сдавать отчеты в налоговую инспекцию. Ну а сегодня я хочу поговорить о продолжении этой темы, ответить на самые популярные вопросы, которые сейчас мне поступают, ну а также на те вопросы, которые были под тем видео. И возможно вы узнаете что-то новое для себя о подоходном налоге в Польше. Если вам это интересная тема, то продолжайте смотреть дальше. Я вам напомню еще с первого видео о том, что каждый, кто проживает на территории Польши, кто работает здесь легально, тот должен отчитываться о своей заработной плате, точнее о налогах. Все это производится в ужин дескорбовым по месту своей прописки, либо же по месту своего проживания. Еще также напомню, что для того, чтобы рассчитать свои налоги, вам нужен либо ПЭС, либо НИП. Если вы до сих пор не знаете, что такое ПЭС, либо зачем нужен НИП, тогда я тоже оставлю ссылочку либо в инфобоксе, либо где-то здесь. И вы сможете пройти и посмотреть более детально по поводу этой информации. Дальше. Если вы находились на территории Польши больше 183 дней, тогда вы являетесь резидентом данной страны. Если же вы находились на территории Польши меньше 183 дней, тогда вы являетесь нерезидентом. Так как я вам сказала, если вы являетесь резидентом, то вам стоит обратиться в налоговую инспекцию и взять справку о том, что вы являетесь резидентом Польши. После того, как вы берете эту справку, вы идете к работодателю и относите ее. Конечно, в идеальном случае, если вы только приступили в 2018 году на работу и если вы пробудете здесь больше 183 дней, тогда лучше сразу пойти будет в ужин с Карабова, взять эту справку и принести работодателю о том, чтобы он знал, что вы являетесь резидентом. И после того, как закончится уже год отчетный, то он вам выставит ПИД-11. Также вам скажу о том, что если вы не принесли эту справку и работодатель выставил вам ИФТ-1Р, то это не вина его, это вина ваша. Потому что не каждый работодатель знает, сколько вы находитесь здесь на территории Польши, поэтому в его обязанности высчитывать, сколько дней вы здесь были, не входит. Поэтому для того, чтобы правильно вам выставляли ПИД, тогда вы должны принести эту справку. Если же вы этого не сделали, то, конечно, ничего страшного, будем разбираться дальше. ПИД-37 это отчет за предыдущий год, то есть, если вы проработали в 2017 году, значит, до 30 апреля 2018 года вы должны сдать отчет в ужин с Карабовой. Не важно, сколько у вас было работодателей, не важно, сколько дней вы работали у каждого работодателя. На каждой работе, где вы работали официально, легально, со всеми документами, каждый вам работодатель должен выставить ПИД-11, либо ИФТ-1Р. И этот документ приходит на почту, он, в принципе, должен прийти вам до конца февраля месяца. Некоторые уже его получают и могут спокойно рассчитывать ПИД-37 и относить в ужин. Если так случилось, что уже конец февраля, а у вас от какого-то работодателя еще не пришли ПИД-11, либо ИФТ-1Р, тогда вы можете обратиться непосредственно к этому работодателю. Если же он вам отказывает давать отчет ПИД-11, тогда вам нужно обратиться в ужин с Карабовой, прийти туда со своим НИПом, либо ПЭСелем и спросить у них цифры. То есть, объяснить ситуацию, что работодатель вам либо отказывается с вами контактировать, либо не дает вам определенные цифры, поэтому вам нужно будет прийти в ужин с документами, и они вам смогут продиктовать те данные, по которым сделал отчет работодатель. Почему еще также важно приносить справку резидента? Если вы не приносите справку резидента, то есть вы являетесь не резидентом, то такой расчет вашего налога будет происходить по двухстороннему соглашению между нашими странами и будет двойное налогообложение. Как я вам говорила уже из первых видео, то что доходный налог имеет две ставки, это 18% и 32%. Если же ваш доход за весь год не превышает 3089 злотых, тогда вы не должны отчитываться в налоговой инспекции, то есть вы ничего не должны подавать. Если же доход был больше чем 3089 злотых, но менее чем 85528 злотых, тогда ставка налога будет 18%. Если же доход за год превысил 85528 злотых, тогда налоговая ставка будет 32%. Если же у вас здесь семья, то есть муж работал, жена не работала и у вас есть дети, тогда очень выгодно и очень удобно делать совместный расчет. То есть в ПИТ-37 указывать также и жену, и детей. Еще также это удобно, когда, например, у мужа превышает лимит, который я вам сказала, 85528 злотых, а жена, например, работала, но у нее очень маленький был доход, тогда вы можете объединиться и ставка тогда будет 18%. Также очень важно учитывать тот факт, что для того, чтобы воспользоваться общим расчетом дохода между супругами, вам нужно находиться на протяжении всего отчетного периода годового в браке. То есть если вы, например, заключили свой брак 2 января 2017 года, к сожалению, совместный расчет дохода вы не имеете права делать. То есть именно с 1 января 2017 года до 31 декабря 2017 года вы должны находиться в браке. Также если у вас есть дети, то обязательно их нужно включить в ПИТ-О. Если вы работаете здесь, а ваши дети находятся за пределами Польши, но не являются на вашем содержании, тогда вы можете их также включить в отчет. Если ребенок родился, например, 30 декабря, либо 31 декабря, то вот за декабрь вы получите за него возврат. То есть полностью за весь декабрь вы получите возврат льготу на ребенка. Льгота на ребенка в месяц выходит 92,67 грош. За весь годовой период это 1112,04 гроша. Если же у вас больше, чем двое детей, тогда 1112,04 гроша будет на каждого ребенка. То есть вы будете каждого ребенка включать в ПИТ-О. Но если у вас один ребенок, тогда чтобы получить льготу на ребенка, ваш годовой доход не должен превышать 56 тысяч злотых. Если же вы делаете совместно, то есть с супругой, либо с супругом, годовой отчет, то ваш совместный доход не должен превышать 112 тысяч злотых. После этого вы тогда можете получить льготу на ребенка. Если же ваш доход превышает, тогда, к сожалению, льготу на ребенка, на первого ребенка, вы не имеете права получить. Если у вас больше, чем двое детей, тогда неважно, какой у вас доход совместный, неважно, сколько вы зарабатываете, вы получаете льготу на каждого ребенка, независимо от вашего дохода. Если же двое из родителей работают, каждый делает ПИТ-37, и у вас есть в семье дети, то только один налогоплательщик имеет право включить в себя детей. То есть каждый не имеет права. То есть не может так, что если у вас в семье двое детей, включает подоход на холод и мама двое детей, и папа двое детей. Нет, только один из родителей. Также не забывайте о том, что нужно будет указывать все льготы, которые у вас есть. Читайте внимательно. Если же вы заполняете от руки ПИТ-37, тогда также внимательно прочитывайте, какие там есть льготы. Если вы были донором в предыдущем году, то также нужно это учитывать. Если вы не знаете, что все доноры, которые сдают кровь в Польше, получают возврат денег, то я вам тоже оставлю ссылочку на свое видео, о котором я рассказывала раньше, о преимуществах донорства здесь, в Польше. Если не видели, то обязательно посмотрите. Независимо от того, какой у вас договор на работу, умово с лицей, умово опрации, умово отдела, вы каждый должен здесь отчитаться на территории Польши. Если так получилось, что вы проработали больше 183 дней и вам выставили ПИТ-11, после этого вы просто уехали к себе домой и не собираетесь, не планируете здесь, в Польше, находиться, то вам стоит предупредить работодателя. Если же все-таки он выставил вам ПИТ-11, то вам нужно просить его выслать по вашему указанному адресу и в электронной форме на сайте ebit.pl вам нужно будет заполнить тогда BIT-37, распечатать в конверт и отправить почту в Польшу заказным письмом. Также я вам напоминаю, что такую декларацию нужно хранить 5 лет. Что касается дальше IFT-1R? Очень часто все как-то пугаются и думают, что если вы здесь работали легально и вам выставляет работодатель IFT-1R, значит он вас, работодатель, обманывает, да, и значит он не платил за вас налоги, и вы вообще оказались на нуле, а вам хочется вернуть свой налог. Так я вам сказала, если вы являетесь нерезидентом здесь в Польше, то есть пробыли меньше 183 дней, тогда вам выставляют IFT-1R, и здесь вам тогда отчитываться в Польше не нужно. И вам нужно будет отчитаться в своей стране и вернуть доход от налога в своей стране. Если же так получилось, что вы находились на территории Польши больше 183 дней, не принесли справку работодателю о том, что вы являетесь резидентом здесь в Польше и получили IFT-1R, то не расстраивайтесь, вы можете, если у вас есть на руках вот эта справка, вы можете взять ПИТ-37, полностью перенести все цифры, да, пересчитать свой доход и отдать в налоговую, показать о том, что вы были здесь резидентом, и тогда вам перерассчитают и вернут, если вы в плюсе, да, вашу сумму денег, если в минусе, тогда вы должны будете доплатить. Так что в этом ничего нет страшного, не пугайтесь, самое главное, высчитайте свое легальное пребывание здесь на территории Польши. Когда-то я тоже получила ПИТ-11, и я не находилась еще на тот момент больше 183 дней, но почему-то работодатель мне выставил этот ПИТ-11. Когда вам выставляет работодатель ПИТ-11, даже если вы не находились больше 183 дней, вам, к сожалению, нужно также отчитаться здесь в Польше. Я об этом, как бы я читала о том, что я, значит, не резидент, значит, мне нужно отчитываться, и все. Я когда получила эти документы, даже на них не обратила внимания, что там было ПИТ-11 или ИФТ-1Р, а это очень важно. И в итоге я положила эти документы и на них не обратила внимания. Так вот, прошел год, и наступил следующий календарный год, когда я должна была уже отчитываться за 2016 год, и я потом поняла, что, ой, мне прислали ПИТ-11, я отчитываюсь, а за предыдущую работу я тоже так получила. И в итоге я начала узнавать, и ходила в налогу, и оказалось, что мне нужно было тоже сдать отчет за 2015 год, даже если я была не резидентом, потому что работодатель выставил мне ПИТ-11. Если у вас такая же ситуация по незнанию, да, конечно, незнание от закона не освобождает от ответственности, но если вы, например, не знали, либо же так получилось, что вы просто забыли сделать отчет, либо отдали отчет позже, чем надо, то обязательно помните того, что если вы сдаете отчет уже после 30 апреля данного года, то вам нужно будет прикрепить объяснительную и ПИТ-37 за тот год, который вы не сделали. Если у вас есть вопросы по джинному жалю, тогда напишите мне в комментариях или в личные сообщения, я вам помогу написать эту объяснительную, потому что тоже была в такой ситуации, но ничего страшного, я никакой не получила штраф, а главное вовремя за это глянуть и вспомнить. На что влияет вообще вот этот ПИТ-37? Если его не сделать, то вы получите, вы можете получить штраф от 200 злотых до 4000 злотых, Ну и также ПИТ-37, они очень влияют на карту нашего побыта, плюс также они влияют и на сталый побыт, и также они влияют на гражданство в Польше, поэтому если вы планируете здесь оставаться на долгий период, то лучше уже делать все по законам в рамках приличия и не забывать сдавать годовые отчеты. Так что я надеюсь, что я ответила на все вопросы, которые вы мне еще также задавали. Если у вас все-таки еще что-то осталось, то пишите мне в комментариях, либо в личные сообщения. Ну и спасибо, что сегодня были вместе со мной, но с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока!